В некоторой замечательной школе учатся замечательный мальчик. Если он получает пятерку, то домашние задания он в этот день не делает. Соответственно, на следующий день, ну в следующий раз, он или получает пятерку, или получает двойку, в зависимости от того, как вы видите. Если он получает двойку, то, соответственно, он переживает это, берется за ум, делает домашние задания, и, соответственно, в следующий раз обязательно получает пятерку. Никаких других оценок в этой замечательной школе не ставите. Только два и пять. Представьте себе, что у нас есть некоторая цепочка оценок. Ну, я не знаю, десять оценок. Сколько вариантов получить эти оценки в соответствии с правилами этой замечательной школы? Да. Два. Два. Неверно. Да. По мне-то, когда было из-за вашего романа, мы могли здесь до окружения и поставить? Правильно. Но у нас же оценок, я сказал, десять штук. То есть он сначала пошел в школу, то ли выучил, то ли нет, потому что двойки у него еще не было, поэтому он не знает, кто научить, кто наеч�ен. Поэтому в первый день он получил двойку или пятерку. Потом он пошел в столь. Если получил двойку, то получать пятерку. А если получил пятерку, то получать, опять, непонятно что, то ли двойку, но ли пятерку. Да, что вы говорите? Ему может зря в жизнь учить. Ему можно все время вести, совершенно верно. Нет, секунду, большинство из нас не поняли вопрос. Я не спрашиваю про индивидуальную судьбу этого мальчика. Я спрашиваю про то, сколько существует способов. Давайте перезагрузимую задачу. Сколько существует способов написать через запятую 10 цифр. Причем это могут быть только двойки или пятерки. Если запрещено двойкам стоять рядом. Если у него пятерка, значит у него обязательно будет двойка. Что? Нет, опять же, если пятерка, то не обязательно будет двойка. Может у него вообще все пятерки. Если у него двойка, значит обязательно будет пятерка. Это как из... Ответ 55 не имеет. На самом деле вы очень внести к правилому ответу. Но именно ответ 55, вы чуть-чуть ошиблись, по-моему. Можно порешать, ребята. Совет. Не надо сразу смотреть 10 оценок. Возьмите какую-то скромнее задачу. Последовательность из 4 оценок. Или последовательность еще лучше из 2 оценок. Или из 3 оценок. Даже из 1 оценок. Это вот это. Попишите разные варианты. Сколько? 19. 19. Это вы просто выписывали из последовательности, да? 1. Так. Когда выписываешь, всегда есть опасность что-то пропустить. Да? 50. 50. Тоже выписывали. Во-первых, выписать 50 штук, это непросто. Да? 11. 11. Ответ тоже неправильный. Нет, господа, пока вы решаете эту задачу, пытаясь выписать их все, понятно, что происходит. Вы делаете какую-нибудь одну ошибочку, пропускаете, и в результате у вас ответ получается меньше, чем надо. А сказать, может быть, и больше, чем надо, если вы одно и то же напишите несколько раз, это не заметите. Да? 47. Сколько? 47. Отлично. Да? 10. 10. У вас? 5. 5. Отлично. Все ответы неверные. Давайте я объясню сейчас, на самом деле, сколько же все просто. Хотите, сразу в термин в деле. Это выглядит в следующем образом. У нас есть два варианта. В одном случае наш человек получил оценку 2, а в другом случае он получил оценку 5. Только единственная проблема. Лучше я скажу так. Вот эта оценка, это будет 2, а вот эта оценка, это будет 5. Отлично. Пошел писать. Итак, оценка 5, оценка 2. Рассказываю, что бывает. После пятерки вы можете или получить пятерку. Я буду оценку писать без запятой, а вот между ними ставить запятой. Или вы можете получить двойку. А после двойки вы можете получить только пятерку. из 5-5 можно получить 5-5-5, можно 5-5-2, можно 5-2-5, можно 5-2-5, а нет, все, из этого ничего не получишь уже, все, 5-2-5, другого не бывает. 5-2-5, а вот отсюда можно получить 2-5-5, а можно 2-5-2. Интересно, понимаете ли вы, что я сейчас буду делать? И чему соответствуют на языке кроликов вот эти вот преобразования с оценкой? Да очень просто. Старый Это тот, который оканчивается на цифру 5. Вот я здесь подчеркнул. Вот эта пятерка, это значит старый. А то, что оканчивается на двойку, это молодой. Давайте сейчас бодро выкашим, во что может перейти 5-5-5. Может 5-5-5-5, а может 5-5- что? 2-2 Здесь два варианта. 5-2-5-5, и 5-2-5-2. Здесь тоже два варианта. А здесь будет один вариант. 2-5-2-5. А здесь такие варианты будут. 2-5-5-5, и вариант 2-5-5-2. Господа, давайте я на другом языке повторю. Если нас интересует количество способов, которыми можно получить 10 оценок, то последняя оценка пятерка или двойка. Вот давайте я так пойду к доске и представим себе места. Вот какие-то места, 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 оценки, да, оценки, 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 последняя оценка. Или пятерка, или двойка. Так вот, если последняя оценка пятерка, то она никак не влияет на предыдущие. Потому что получить пятерку можно в любом случае, полное право, все замечательно, выучил, все хорошо. А вот если двойка, двойка это не просто оценка, ее надо заработать. Чтобы заработать двойку, перед этим обязательно пятерка. Согласны? Только в таком случае ему согласны поставить два. То есть сначала заработай, получи свою пятерку, после этого, пожалуйста, получай двойку. Соответственно, здесь столько, сколько способов получить 9 оценок. Нет, не девять. Девять, когда последняя пятерка. Девять нет, и вот здесь, вот здесь, конечно, способ получить 9 оценок. А здесь что? Восемь. Восемь. Значит, если мы решаем задачу для десяти, то на самом деле ее надо было решить для девяти, для восьми и сложить их. Точно так же, когда у вас есть девять. Пошли, я либо двойка, либо пятерка. Если двойка, перед ней должна быть пятерка. И так далее, и так далее. Господа, я сначала, при спокойствии, решаю задачу для одной оценки и для двух оценок. Никаких проблем. Когда, вот здесь я буду писать количество оценок, а здесь количество вариантов. Пожалуйста, все такие кавычки с оценки. Здесь варианты. Итак, если оценка всего одна, то вариантов два. Если оценок две, то вариантов три. Объясняю. Либо 2,5, либо 5,2, либо 5,5. А дальше я уже могу не выписывать, потому что дальше уже 2 плюс 3, 5. 3 плюс 5, 8. 5 оценок будет 13, 6 оценок 21, 7 оценок будет 34, 8 оценок 55, оценок 89, и, наконец, 10 оценок будет сколько? 144. Заметьте, пожалуйста, кто-то говорил число 89. То есть, он сообразил, что происходит какой-то сдвиг. Вот если вы посмотрите на наши самые числа Фибоначчи, то вообще при их не мирователе так. Это первое число Фибоначчи, это второе, третье, четвертое, пятое, числое, седьмое, восьмое, пятое, десятое. Десятое число Фибоначчи, 55. Одиннадцатое число Фибоначчи, это 89. А вот двенадцатое число Фибоначчи, это 144. Так вот, ребята, задача о n оценках, двойках и пятерках в качестве своего ответа имеет не просто число Фибоначчи, а число Фибоначчи с номером n плюс 2. Обратите внимание, я опять сумел построить взаимно однозначное соответствие между тем деревом и этими новыми объектами. Единственное, я начал с двойки и пятерки, то есть, на самом деле, начал с третьего этажа, да? Ну, в принципе, я мог бы начать здесь, сказав, что вообще, когда нет никаких оценок, что нарисовать здесь такое пустое место, да? Потому что, короче, общего распространенного, общеприимчивого способа обозначать пустое место, в математике так и не придумали. Для пустого множества придумали замечательное обозначение, перечеркнутый нолик, знак пустого множества. Для пустого места, на самом деле, есть несколько конкурирующих обозначений, ни одно из них пока еще не стало таким абсолютно, абсолютно, что называется, общеприимчивым, да? Давайте так, у нас есть три определения. Первое определение деревья, второе определение вот эти вот срезания, третье с оценками. Я придумал объекцию, я придумал объекцию между левой доской и между левой и правой. Сможете ли вы сформулировать правило, которое по системе двоек и пятерок дает разрезание полоски, и причем, наоборот, по разрезанию полоски, естественным образом должна выписываться система двоек и пятерок. У вас есть, давайте поймем задачу, вот у вас есть три варианта, пять-пять, пять-два, два-пять. Так, где про полоски было тоже три варианта? Ну, по-моему, вот здесь. Когда размер был два на три. Вы должны каким-то разумным способом написать на одну из этих картинок два-пять, на другую, соответственно, пять-пять, еще на одну написать пять-два. И чтобы было какое-то естественное правило, которое и здесь тоже сработает. То есть, правило, которое по картинке, сколь угодно длину, разумно выписывает в последовательность двоек и пятерок. Так, интересно, сколько здесь цифр? Две цифры, правильно? А сколько здесь в ширину клеточек? Три. Значит, если мы будем, например, решать задачу о полосках размеров, два на пять цифра должно быть четыре. А когда два на четыре, то цифра должно быть три. Кто придумает способ? Вообще, в математике очень часто приходится придумывать лекции. Есть такая наука-комбинаторика о конечном множестве, о том, сколько мы способом там что можем сделать. Это, в общем-то, любое занятие в этой науке, изучать разные объекты и понимать, что вот такие-то объекты, это на самом деле замаскированные, там, как-то преобразованные, вот такие-то, да. Рисуйте картинки, вот такие вот разбиения, разрезания. Правило совсем простое. То есть надо над каждым рядом вертикально написать цифру. А вот и неправда. Объясняю почему. Здесь надо написать либо два пять, либо пять два, либо пять пять. Это каждая из этих последовательностей из двух цифр, а не из трех. А вы мне советуете писать вертикалью. Не получится. Писать надо не над вертикалями, а над чем. В результате всего одна. Над верхними клетками. Над чем? Над верхними клетками. Ну, я говорил, что здесь слишком много этих верхних клеток, господа. Что по горизонтали? Да. А что правило, что множество использовать? Что такое множество использовать? В некотором смысле я вам хочу сейчас, чтобы вы отгадали некоторую последовательность. Вот смотрите, здесь есть такие, здесь есть одни варианты. Пять пять, пять два, два пять. Пять пять, пять два, два пять. Я хочу, чтобы вы поняли, как естественным образом написать одну или укладную картинку по другой. Или вот здесь есть варианты, смотрите. Их здесь восемь штук. Пять пять, 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 и так далее, в конце. Пять, два пять, два пять. И здесь восемь картинок. Как найти взаимооднозначное соответствие около этой картинки? Какую из трех вариантов писать? Два пять. Что? Пять. Два пять. Слушайте, вы угадали. Так, выиграли. Что писать около этой картинки? Пять пять. Пять пять. Пять пять. А что здесь писать? Пять два. Здесь писать. Пять два. Отлично. Поскольку я все-таки хочу выиграть, давайте я сразу пойду туда ту яму. Что писать в этой картинке? Пять два пять. Пять пять. Пять пять. Пять пять. Еще раз, девушка. Пять. 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 Вы правы. Пять. Дальше. Пять два. Пять два пять. Два пять. По какому принципу вы это говорите? Потому что если дистанция, то... На вот этой палочке пишем пятерку. А там, где палочка пересечена, пишем свой. Пять. Ребята, быстро, пожалуйста, пройдите у всех картинок и напишите. Все пятерки. Пять пять. Пять два. Здесь поехали. Пять два. Пять два. Здесь. Пять два. Пять пять. Ребята, у нас все получается. Два пять. Пять. Два пять. Здесь. Два пять. 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 И, наконец, два пять. Пять два. Это абсолютная правда. Действительно, даже видна причина, почему нельзя получить две двойки подряд. Потому что, когда вы получаете двойку, это означает, что вы пересекли доминочку. Но, понимаете, если ее пересекли, то рядом, видите, не может пересекать вертикально. Поэтому рядом будут обязательно пятерки. Двойка сосед строится может только с пятеркой. Отлично. 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 Мы нашли это взаимно-однозначное соответствие. Надо, конечно, строго доказать, что по любой последовательности двойки пятерок, где двойки не стоят рядом, однозначно рисуется картинка. Ну, давайте я не буду доказывать это в общем виде, а давайте сделаем так. Я просто нарисую какую-нибудь полоску подлиннее. И сделаю так. Произвольно проставлю двойки и пятерки, Лиза двойки не были рядом. Ребята, представьте себе, что картинка такая. 2, 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5. Там, где стоят двойки, я в обязательном порядке рисую горизонтальные доминошки. Согласны? А все остальное, что? Вертикально. Все, все получилось. Ну, что, давайте я не буду в общем виде это произносить. Совершенно понятно. Любой системе двойки и пятерки соответствует разрезание на двойки и наоборот, любому разрезанию на двойки соответствует система двойки. Отлично. Это у меня было в третьем отделении.